Третья часть. Свет и тьма. Оборотни. Раскрой свои мысли, раскрой своё сердце, в душу свою загляни. Чтоб ты ни делал, ты не постигнешь полную силу луны. Светом холодным кровь заморозит, хрупкое тело твоё разобьёт. Где бы ты ни был, чтоб ты ни делал, душу твою украдёт. Ставший на ноги подземный мир достиг многих успехов. Были сохранены знания, и жизнь на планете не погибла совсем. Над землёй и под ней, вопреки небесам, звучала гордая перворечь человеков. В связи с гибелью практически всех надводных кораблей и многометровыми льдами, сковавшими планету, защита жизни на земле полностью легла на китов Атлантики. Выжившее человечество на каждом шагу ждали опасности, лишения и беды. Вскоре появляется ещё одна беда. Бич подземных городов. Это бездушные дети изгоев-чародеев, рождённые от Дев Вилл на Лесбосе. Они были воспитаны и выучены на Луне. Воспитаны, буквально выкормлены. Юда-монстр выглядит почти так же, как взрослый человек. Или как самый обычный юнец. Сразу и не отличишь. Лишь при внешнем осмотре в обнажённом виде, на груди у них видны соски и пупок на животе, половые органы. Белые волосы головы на проверку оказываются просто обесцвеченными. У самых корней волосы были тёмные или рыжие. Правда, позднее мимикрия уют стала совершеннее. Цвет глаз и волос не выдавал оборотней. Попадая в подземелье, юды включались, заражая всё вокруг. Источники воды, продукты, они сеяли панику и смуту, разрушали энергостанции. В подземной колонии начинались эпидемии, и до развязки доживали немногие, только более опытные и выносливые. Потом одержимые луной оборотни впускали внутрь подземного города карательные отряды дев-самовил, лунных див, и девушки добивали оставшихся в живых. В первых фазах войны 6-я лунная дивизия «Мёртвая голова» использовалась лишь для прочесывания наземных территорий и карательных действий в подземных городах. Девичье войско – это практически личное войско Пандоры. Она попросила создать его для борьбы с повстанцами на планете. Лунатики согласились на это, зная эффективность этих машин смерти. Дивы или девы – это слегка модернизированные копии Пандоры. Марьи Моревны – царевный лебедь. Это элитные карательные подразделения в составе сил небесных. Они идеальные воины без жалости и сантиментов. Да, мужики, это вилы. Позднее, после глобального изменения климата и с введением прямого лунного правления на Земле, теократии, ют-самавил станут использовать полномасштабно. А позднее боги уже не смогут их контролировать. Они стали подчиняться только Пандоре. А та – только своей маме. Сначала дивьи войска будут развернуты на северо-западном Кавказе. Потом их влияние распространится по всему региону, прилегающему к озеру Океан. Вскоре девы возьмут под контроль и другие регионы мира. Успевавшие покинуть город славяне, забирали с собой оставшихся в сознании жителей, они пробирались по тайными тоннелями к разгрузочно-погрузочным колодцам-шахтам. Если их успевали забрать подводники, беглецы оставались жить. Киты свозили беженцев в специальные города на большой глубине, без сухопутных тоннелей и выходов, где маги подвергали их интенсивному лечению с длительным биологическим и психологическим карантином, прежде чем задействовать братьев в военных действиях и спасательных операциях. Исполинский мир, столкнувшийся с этой бедой лицом к лицу, прилагал большие усилия для борьбы с монстрами-юродивыми, юдеями, истребителями жизни и городов. Маги проводили рискованные исследования этих божьих тварей, изучая их поведение и физиологию. Напоминаю, юдеи, действующие от луны, лунатики. Также слово «юдей» на языке Украины и дореволюционной России назывался «иудей» – еврей. Поведение самовил и юношей-оборотней, пойманных живьем, было непредсказуемо. Они то вели себя совсем по-человечески, то кидались в лицо, сотрясая воздух и душу своими смертоносными криками. Даже сложный комплекс лечения не давал никаких гарантий на восстановление их тела. Внутреннее строение тела оборотней сильно отличалось от обычного организма человека. Физиология людей была подобна арийскому и русскому типу организма. Оборотни не размножались клонированием, их вынашивали и рождали дивы, зачиная дьявольски сложным способом – половым. Об этом способе размножения хорошо знали только юноши-миротворцы и военные врачи, служившие на Украине-Тартарии, в Тавриде, Крыму. После гибели Феникса, когда обезумевший и взбунтовавшийся ад своим предательством расколол Атлантиду. Миротворцы с ужасом рассказывали, что для зачатия детей несколько юношей и девушек переплетались невообразимыми способами, страшно орали, валяясь в грязи, визжали и испускали зловонные анальные газы. У многих будущих папаш прямо в процессе соития начинался понос и рвота, защитная реакция на заражение. Их глаза страшно подкатывались кверху, были видны только белки. На попытке прекратить этот дьявольский танец-брейк мужчины или не реагировали, или бросались на братьев-миротворцев, пытаясь убить. Но зачастую они просто не могли прекратить половой акт. Происходило склещивание. Раздувшиеся половые органы юношей и девушек просто не разъединялись, даже в течение суток. Часто приходилось делать операции по разъединению, чтобы избежать смерти юноши от оргазма. У каждого юноши вследствие попадания в мозг наркотиков и токсинов из влагалища дивы наблюдался вид эпилептического припадка с лавинным разрушением клеток головного мозга. При этом микрофауна тела мужчин выделяла огромное количество эндоморфинов. Это состояние, впервые наблюдаемое военными врачами из ограниченного контингента на Украине тартария, было названо оргазм. Исследователи подмечали, что у юродивых часто наблюдалось интенсивное азотно-кислородное дыхание полной грудью, как и у вил. Оно было подобно арийскому и русскому, но последние дышали животом, то есть диафрагмой легких. В процессе войны атмосфера планеты сильно менялась. В частности, она насыщалась азотом. В воде мирового океана и грунте формировались азотные соединения. Эти процессы начались из-за огромного количества азотопреобразующих микроорганизмов и необходимых для их работы микроэлементов, катализаторов, транспортируемых с лунным светом в потоке пыли. Внутри тела ют было куда больше внутренних органов и различной заразы. Правда, дыхание у оборотней в большей степени было необходимо для работы речевого аппарата, которым юды пользовались для резонансного управления вирусами и микробами. Своим пронзительным криком или шепотом парень юда, как и самовила, мог ввести человека в транс, загипнотизировать, мог свободно манипулировать сознанием заражаемых братьев. Клетки юд получали энергию для жизни очень замысловатым способом, при помощи вживленных в клетки бактерий микрочипов, митохондрий. Все тело юды наполняли бактериальные комплексы, невообразимо вплетенные в процесс обмена веществ. На один кубический сантиметр тела юды приходилось несколько миллионов различных микроорганизмов. Общий вес микрофауны юды составлял около 7 килограмм. Это без учета псевдогенов вирусов в генетическом аппарате. Для сравнения, под конец 20 века общий вес микрофлоры и фауны в теле людей составляет 13-14 килограмм. Тело монстров само синтезировало мощные наркотические вещества, не давая вывести мозг из запредельно низкой электрической активности. Попытки извлечь скверну заразу из тела приводило к гибели организма оборотней. Медицина магов была не готова решать проблемы юдей, ведь на нее свалились огромные проблемы военного времени. Для содержания гибридов юродивых требовались особые условия, что было часто невыполнимо. В военное время и это приводило к новым трагедиям и эпидемиям. Но работы по изучению людей продолжались, без этих знаний дальнейшая борьба за жизнь была невозможна. Медики не забывали и проблемы своих страдающих братьев. Медицинская наука славян создала много лекарств и способов облегчения страданий больным. Основной причиной болезней в организме исполинов и ариев стало аномально низкое внутриклеточное электростатическое напряжение, пониженное минимум в сотни раз, что было вызвано повреждением генетического аппарата вирусами и бактериальным заражением. Одной из причин потери жизненной силы стало нарушение процессов ионизации воздуха на планете, ведь земля укрыта непроницаемым одеялом облаков и повреждения генераторов отрицательных аэроионов в подземных городах, естественной ионизации, идущей из недр земли по построенным магами каналам трубам не хватало. Большая часть ионных каналов была разрушена военными действиями противника. Оставшаяся в рабочем состоянии аппаратура для генерации аэроионов отказывалась стабильно работать. Пока по непонятным причинам. Возможно сказалось воздействие микроволнового оружия на отдельные блоки генератора. Это обстоятельство дало возможность вирусам скверне преодолевать защитный барьер и переписывать, изменять книгу жизни, ДНК-клетки, позаложенной в вирусах программе. Отсутствие необходимых условий в теле исполинов для развития инфекции не приводило к смерти. В худшем случае только к общему параличу или торгическому сну. К лунной болезни. В сложившейся ситуации мутации генного аппарата лишь удавалось сдерживать и контролировать при помощи химических обеззараживающих препаратов и резонансных генераторов, блокирующих развитие инфекции. Но все же вызванные вирусами дефекты генома шаг за шагом приводили к потере генной памяти. Происходили изменения в работе мозга. Человек утрачивал многие способности. Мозг братьев утратил множество нейронных связей и чтобы частично восполнить утраты, магами разрабатывались разные устройства для стимуляции мозга. Его защиты также разрабатывались и изготавливались различные протезы органов коммуникации. Одним из таких устройств был третий глаз. Это портативный лазер, встроенный в обруч головного оберега, который, возбуждая молекулы различных веществ, заставлял проигрывать их свои частотные молекулярные коды, похожие на музыку. Эти сигналы улавливались приемником, и через наушники человек вновь мог слышать то, чего уже не мог воспринимать его поврежденный и измененный мозг. Имея музыкальный слух и память, методом сравнения можно было вновь анализировать любые материалы, вещества и их качества. С помощью этого анализатора исполины могли отличить живое от неживого, музыку тела относительно чистого человека от окончательно оскверненного и бездушного. Также на обереге маги закрепили универсальный электронный блок с усилителем, частотным конвертером и микрофоном. этот конвертер позволил вновь издавать ультразвуки и инфразвуки, слышать их, чувствовать мир полнее. Этот аппарат частично восстановил древнюю связь между личностями. Также через это устройство человек мог слышать свою собственную речь, контролировать свои слова и мысли. в нынешних обстоятельствах только так можно было надежно связать речевые и слуховые центры мозга с его лобными отделами. Наверное, многие замечали, как не похож наш голос в магнитофонной записи. Мы его просто не узнаем. Искажение голоса костями черепа тут ни при чем. И наше изображение в видеозаписи не похоже, а у других почему-то все нормально. Только на таких примерах мы можем заметить разницу между более реальным ощущением личности и ее виртуальным статусом, создаваемым в недрах судьбы. Описанные электронные устройства позволяли противостоять вмешательству подлой судьбы в осизательные мыслительные и речевые процессы, эффективно сдерживая процессы дегенерации личности. Внедрение чужеродной вирусной информации приводило к нарушению обмена веществ в организме. Выстраивался симбиотический бактериальный комплекс управления, что приводило к целой цепи пока неразрешимых проблем. анализ общих изменений в организме человека позволял заключить, что организм исполинов становится похож на людской. В мифологии кхмеров промы небесные существа, ставшие родоначальниками людей. Ранее мир уже был населен людьми, ариями, но за их грехи могущественные те вода погубили землян. Сначала они жгли землю семью солнцами, затем все залил потоп. Когда вода стала спадать, на землю были посланы восемь промов. Они попробовали морскую пену, от этого они захотели есть и ели землю. Затем питались появившимися растениями. По другой версии они ели сначала грибы, потом плоды лианы, затем рис. От риса их животы наполнились экскрементами. Из-за этого в их телах появились два отверстия. После этого промы разделились на мужчин и женщин, и от них произошли другие люди. Они стали строить жилища, возделывать рис и полностью превратились в людей. Мифы народов мира 342 том. Из разных колоний киты приносили неутешительные сообщения. Участились случаи старения за несколько лет, а в некоторых случаях месяцев. Генный аппарат от заразы приходил в негодность. Человек превращался в высохшую развалину и погибал. Маги, изучая последствия генетической катастрофы, заметили, что развитие тела по гормональной программе, предложенной судьбой, это тупик и добровольное соглашение на рабство духа. Судьба злодейка, давая жить, постепенно убивает мозг и разрушает ДНК. Поэтому люцифериане остались верны пути магии. Чародеи же вскоре окончательно выберут путь физической силы и полной гибридизации на основе полового размножения, став универсальным инструментом в лапах Луны. Их крупные подземные базы поддержки будут размещены в аду Америке и Гималаях Шамбала. Напоминаю, маги это ученые и инженеры, а чародеи и колдуны контактеры, использующие силы Луны. Но, как вы поняли, существует и черная магия, создание оружия и устройств, приводящих человека к деградации и уничтожению. В наши дни для этого используются украденные или купленные технологии магов или их потомков. Чародеи и их потомки не способны изобретать нечто концептуальное, а лишь модернизировать и совершенствовать, администрировать технологию производства. Последствия первой фазы новой войны для Атлантики и мира в целом были страшными. Миллионы погибших, целая планета превращена в кладбище. Генетическая катастрофа, вызванная оружием селенитов, когтистой лапой схватила за горло землян, не щадя будущие поколения. Нормально клонированные дети развивались с дефектами. Скорость роста была многократно замедлена. Также наблюдалась устойчивая тенденция нарушений в отделах мозга, отвечающих за работу с генетической памятью и коммуникацией в окружающем пространстве. В клетках проснулось проклятие Луны. Пока не изучены микроимплантанты, оставшиеся, видимо, от лунных экспериментов над телами братьев еще в начале времен. Необычайно сильные наводнения, землетрясения и морозы с недолгими перерывами потрясали планету десятки лет. Пока на поверхности развлекается юморист Микел Анджело, на земле живет только смерть. Напоминаю, ю-луна, мор-смерть, итого юморист, лунный убийца, а Микеланджело переводится как Михаил-ангел, мороз, Марс. Погибли целые поколения. Болезни и смерть стали частыми гостями земля. Катастрофы практически полностью разрушили остатки древних наземных городов, от многих не оставив даже следов. Оледенение еще долго держали мир в своих цепких лапах, играя душами оставшихся в живых. Лишь кое-где в области экватора и в Африке не было льда. Возможно, из-за шахт лунных военных. Там они добывали нужные им металлы и отдыхали. Африка с греческого А в реке безо льда. Как и с кем они отдыхали, расскажут сами потерпевшие в главе от кого произошла обезьяна. Обратите внимание, ученые всего мира упорно утверждают, что первые люди появились в Африке. Может, им об этом рассказали лунные военные за кружкой Эля, пива или Сомы. Иначе очень трудно объяснить эти зачастую абсолютно голословные заявления ученых-антропологов, мол, Африка родина людей и все тут. Через какое-то время после начала холодной войны небо над землей немного прояснилось. Повысилась температура, но солнце сквозь мглу не могло согреть планету. Сумерки стали властвовать на планете и в сознании человеков. не могло почему. Но землей не могло ненавися.